Девушки отдыхают Которые как-то сложно себе представить без этого персонажа И нет, это не Хроники Ридика, к сожалению Встречайте, игра Форсаж 6 The Game И сначала была игра Железный Человек 3, теперь вот Форсаж 6 Я, конечно, понимаю, что игры сделаны по определенным частям фильма Но мой никчемный, стесненный рамками условностей разум Не может принять тот факт, что вторая или третья игра по Форсажу Называется Форсаж 6 Логика, где ты? Но это, в общем-то, не важно Игру выпустила компания Кадам И повествует она о тяжелой доле стритрейсера Ну, ты знаешь, тачки, телки и прочая безысходность Все шесть частей фильма рассказывают нам о том Что стритрейсеры — это некое такое обособленное сообщество людей Которые люто фапают на арендованные азотные впрыски, крутые тачки, риск и быструю езду Что эти чуваки — безнадежные романтики И, по сути, свои правильные, хорошие люди Которые оказались вовлечены в нехорошие дела злой судьбой Однако в реальной жизни большинство стритрейсеров — это те еще безответственные д***и Упс, у нас же нельзя материться Ладно, назовем их безответственными кретинами Конечно, я не говорю вообще о всех них, но большая часть точно попадает под это определение Почему? Да потому что, гоняя по городу, они рискуют не только своими жизнями Но и жизнями мирных водителей и ничего не подозревающих пешеходов Мне, к примеру, известно на порядок больше одного случая, когда из-за них гибли люди Но игра на то и игра, чтобы отдохнуть от суровой и несправедливой реальности Так что сейчас у нас речь не о них, а о героях одноименного фильма Кроме того, в игре есть сюжет, перекликающийся с сюжетом фильма Сейчас попробую рассказать немного о нем, но как-то так, чтобы без спойлеров, по возможности Итак, после того, как Доминик с Брайаном наделали дел в Рио и получили кучу денег И это все, что ты смог купить на те 100 миллионов Наши герои оказались раскиданы по всему миру и вынуждены постоянно скрываться Что для таких больших, в любом смысле этого слова, ребят довольно некомфортно В то же время, бравый агент Люк Хоббс охотится за бандой очередных четырехколесных говнюков Ну и, конечно, ему нужна помощь наших крутых ребят Взамен он предлагает им этакую индульгенцию, отпущение всех грехов Ну а дальше смотри, играй и все увидишь Если ты смотрел мой обзор на Need for Speed, то ты, наверное, помнишь о моем отношении к гонкам В последнее время они порядком приелись Не хватает новизны и отличить одну игру от другой становится все сложнее Так вот, запуская эту игру, я ожидал увидеть обычную шаблонную гонку А вот нихренашеньки, сам геймплей дико порадовал Здесь он отличается от заезженных, во всех смыслах этого слова, опять же, канонов жанра И это хорошо Естественно, в главном меню мы видим карту, на которой мы можем выбирать трассы Заезды здесь бывают трех видов Давай немножко о каждом из них по порядку Дрифт Естественно, здесь тебе придется дрифтовать Логично? Логично Вот только управление нестандартное И, на мой взгляд, реализовано куда интереснее, чем в остальных виденных мною гонках Повороты, в которые тебе надо входить, подсвечиваются А само управление реализовано посредством кнопок на экране Которые нужно успеть нажать вовремя Второй вид заезда – Драк Рейс Здесь ты едешь по прямой, противопоставляя лошадок под своим капотом лошадкам соперника Здесь, опять же, посредством квик-тайм-ивентов тебе нужно вовремя переключать передачи и обходить препятствия Третье – это комбинированные трассы То есть тут тебе придется и дрифтовать, и ехать по прямой И я никогда не думал, что скажу это об аркадной гонке, но это просто охрененно Графика на высоте, кинематографичность зашкаливает Постоянно меняется угол камеры и порой начинает казаться, что ты смотришь кино Все дело, конечно же, в квик-тайм-ивентах Я фанат этой фигни еще со времен игры в Фаренгейт Естественно, при таком раскладе игра довольно сильно заскриптована И оценить реальную физику, повреждения и все такое сложновато Но с другой стороны, ты как будто смотришь красивый видеоролик Да и вообще, все отлично оптимизировано и нигде не тормозит А все тексты полностью переведены на русский Ладно, покатались, пора и в гараж В гараже ты видишь, что очень многие детали сделаны кропотливо и с любовью Машин доступно довольно много, все автомобили весьма клевые Сами их модели, как и вообще вся графика в игре, сделаны отлично и на совесть В гараже, естественно, ты можешь покупать новые тачки, ставить новые детальки на уже имеющиеся А также перекрашивать свое авто, как душе будет угодно Наносить аэрографию или аэрографику и вообще делать внешний вид своего транспортного средства уникальным и приятным глазу И вот именно здесь и всплывает из темных глубин целая бочка дегтя, которая сводит на нет абсолютно все достоинства этой игры Попробую угадать, что это? Подсказываю, игра бесплатна Догадался? Правильно, донат И не просто донат, а целое мать его донатище Как мне подсказали, данная игруха основательно слизана с некоего детища Ио Геймс Где с этим тоже были большие проблемы Не знаю, как там, а здесь все, что ты можешь сделать без доната, это перекрасить кузов Ну и купить кое-какие самые мизерные ништячки и детальки, которые не слишком-то и помогают на трассе Игра бесит даже не тем, что постоянно клянчит твои деньги Она бесит тем, что без этого она могла бы получиться весьма и весьма хорошей У нее были к этому очень неплохие предпосылки И если бы ее сделали платной, но без этой фигни, черт возьми, я не пожалел бы на нее денег А так уж извините, никогда не любил попрошаек О плюсах и минусах в этот раз говорить я не вижу никакого смысла Единственный минус, начисто перекрыл все плюсы и полностью уничтожил удовольствие от игры Превратив весьма хороший продукт в раздражающий, убогий плевок в душу всем любителям гонок, квиктайм-ивентов и винодизеля Однако, если у тебя есть лишние деньги, можешь, конечно, скачать ее и опробовать Она доступна как для iOS, так и для Android А я удаляю ее прямо сейчас и иду резать вены На сегодня это все Подписывайся на канал, лайкай, делись этим видео с братюнями Обещаю, что за распространение этого видеоролика донатить не придется С тобой были Николай Подгурский, Федор Амортис и обзоры от Mob.ua До скорого! И помни, виндизель это круто! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok